Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать? Тебе в этом поможет сервис Best Донат. Один из самых крупных и надежных сервисов по донату. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести, а также любую акцию и любой набор крисов, который только появляется в игре. А на первую покупку тебя также будешь ждать скидка в 5%. По всем интересующим вопросам пиши в телеграмм Best Донат. Ссылка в описании. Всем привет! Первое число и у нас в игре появился новый герой месяца. Также как всегда идет куча разных событий. Мы сегодня обязательно где-нибудь попризываем. Но главная новость это конечно же обмен душ. Неожиданно нам его включили, он уже стартует через неделю. И еще неожиданнее в файл игры уже даже добавили героев, которые там появятся. И сегодня мы про них поговорим. Первый ряд Jet. У нее отличные обе пассивки и в атаке она может выступать даже как некий такой саппорт. Также у нее более-менее свежие статы. Первый заряд мне у нее не нравится и я бы, если честно, отсюда бы не забирал. Хотя 10 дублей адекватный ценник. К совье. Этот дядя с лайтовыми условиями становится в массовиком и в атаке в 4-1 в моник нормально впишется. И урон по всем еще и ману всем срезает. За 10 дублей отличный вариант. Цена-качество у этого героя прям по кайфу. Фебрус. Очень узконаправленный герой. Даже если у вас не хватает зеленых персов, я бы его отсюда не забирал. Блоссом. Отличный герой. Нормально отхиливает. Плюс диспелит. В красном цвете не так много таких персов. Потом пассивка. Может еще и Вовар отхилить. Класс церковник. У нее идеально все. И ценник в 10 дублей. Это можно сказать подарок. У нее такие навыки, что она еще будет долго оставаться актуальной. И отсюда ее можно спокойно забирать. Ну и Сабека забирать точно не стоит. Он уже устарел. Следующий ряд за 15 дублей. Аметист. Когда-то была отличным героем. В нее так нормально вкладывались. Вылавливали их несколько. Играли прям в одном тапке. Сейчас уже с нынешними оборонами. Она ничего не сделает. Поэтому. Играть она может. Если случайно выпало. Можно прокачать. А забирать отсюда я бы не стал. Михаил тоже когда-то был жестким типом. У него и последовательность ульта отличная. И навыки. И класс церковника. И когда он в обороне ультовал. И вешал вот эту всю свою канитель на своих союзников. Если у атакующей команды не было диспела. То там с боем можно было просто выходить. Сейчас уже немного он конечно устарел. По статам. Плюс отхила можно было побольше ему нарисовать. Но навыки у него все так же остаются вполне рабочими. И за 15 дублей отличный вариант. Его можно забрать. Думаю он еще долго сможет играть. Бум и фан в какой-то степени можно сказать свежий герой. Если его сравнивать с остальным обменом. У меня есть лиффиск. Он конечно получше из-за того что базовую броню разгоняет. Но тем не менее вот эти вот мега миньоны сейчас жестят. И у меня было что лиффиск оставался против троих персов. И он в одну каску их разматывал. Вот бум и фанк думаю плюс-минус будет так же работать. Пассивка у них неприятная. Срез меткости. Особенно когда они пуляют с обороны. И на каких-нибудь турнирах без отхила. Если поставить его на центр. Там его замучаются пробивать. 15 дублей хороший ценник. И это неплохой вариант чтобы его отсюда забрать. А ради я когда-то была нормальным героем. Сейчас в оборонах куча мультиков. Монахов и так далее. И вот этот ее дебаф горения просто на них не будет вешаться. Поэтому забирать ее отсюда не стоит. Камила недавно мне выпала. Ее качнул на 3.70. Поиграл. И мне герой понравился. Вот это вот их пассивка магов. Замедление стаки. Замедление регенерации. Ман и огонь. Им достаточно 3-4 раза ультануть. И уже чувствуется что оборона медленнее заряжается. Также у нее навыки нормальные. Что она в оверхп хилит плюс. Дает защиту от особых навыков. 15 дублей кажется немного дороговато. Но герой хороший. Луна она у меня также есть. На альфе на 25 эмблемах. Я даже специально для нее брал 5 отряд. И в обороне у меня стоит. И в атаке играет. Мне вообще изначально казалось что в атаке будет сложно играть. Из-за ее рандомности. Но частенько выручает. Бьет именно в заряженных героев. И это помогает бои затаскивать. Эрланг Шен когда-то был им в бою. Особенно на бонусе эквалайзер. Сейчас уже устарел. Потом их всех дружника там фиксанули. Что они когда заново ультуют. Не активируют свой вторичный урон. Сейчас отсюда его забирать не стоит. На него скоро выйдет скорее всего костюм. И он заново ворвется в обороны. Но этот костюм еще нужно поймать. Фронт. Хороший атакующий герой. Единственная проблема. Новым персом очень жестко разгоняют статы. И атакующие герои быстро обесцениваются. Месяц, два, три он у вас будет играть. Будет радовать. А потом вы про него забудьте. А если вы возьмете например Хилат. Туже Блоссом. Ее навыки меньше привязаны к базовой атаке. И соответственно она будет дольше оставаться актуальной. Игнаццо. Отличный и быстрый супер стихийный хилер. Хоть и отхиливает с условиями. В атаке ему сначала нужно собрать камни. Чтоб он зарядился. Потом чтоб на поле они остались. Но тем не менее. Около 35 процентов он должен отхиливать. Бафает всем атаку. И очищает недуги у всех союзников. В красном цвете не так много чисток. Поэтому навык актуальный. Плюс класс монах. Что позволит ему даже с пятыми отрядами заряжаться. Вроде за семь камней. 20 дублей нормальный ценник. И я с этого обмена либо его заберу. Либо у него Камару. Потому что это очень быстрый таун. Если бы у него еще Альфа Талант был таун. Ему просто не было цены. А так. Насмешку ставить неснимаемую. Поэтому он может играть. Например. Даже против той же Бернадет. Она уже ничего не снимет. И в картину превратит только его. И то из-за того. Что у него класс монах. У него это может и не получиться. И давайте подведем итог. За 10 дублей лучше выбрать. Ксавьей либо Блоссом. За 15 Михаил. Бум и Фанк. Либо Камила. И за 20 Луна. Игнацио. Либо Онива Камару. Можно еще и Фронда взять. Вот такой вот получился топ не топ. Все герои более менее равны. Каждый топчик в своей области. Пишите кого вы отсюда будете забирать. Интересно будет почитать. И давайте попризываем. Будем крутить сегодня вот этот супер стихийный призыв. Отсюда бы хотелось вот этого хила достать. И. Да ну нафиг графиня Винтер. Но она хоть и старый герой. Но до сих пор актуальна. С первой крутки друзья. Опять стоит выбор. Что делать. Дальше крутить или остановиться. Ну давайте. Наверное все таки продолжим призывать. Мало ли. Мне как то за X30 выпало что то. Ну 2 бену выпало. Но он тогда еще был актуальный. Хотя и сейчас может играть. Ну неплохо. Я ее по любому качну. Когда то она на ОБ просто жестила. Так ну че. Одна пятерка и все. Тройка. Опа инструктора пошли. Ну что ребят. Думаю стоит все таки остановиться. Потому что никого там не будет. Да и поймали хорошую пятерку. Вам удачи на этих призах. Чтобы вы подали нужные вам рекомендованные герои. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok